Ну что ж, мы с вами прошли уже довольно серьезный программерский путь, но отдыхать времени нет. Сегодня мы продолжаем наш марафон по работе с базами данных на языке Python. Мы уже поговорили, как наладить взаимодействие с питоном революционных баз данных, в частности MySQL. На примере SQL Alchemy рассмотрели такую используемую технологию, как ORM. Если не смотрел, обязательно знакомься с предыдущими видосами по всплывающей подсказке. А сегодня пришло время потрогать новую SQL базы данных в лице MongoDB. Всем привет, меня зовут Макс, это канал P-Launch. Поехали! База данных — это база данных. SQL, NoSQL — все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не сеньор-девелопер, не только одно добро творил в жизни, но если приходится выбирать между SQL и NoSQL BD в исконагруженных приложениях, я предпочитаю NoSQL. Да, NoSQL исповедует подход к построению баз данных, где нет таблиц, схем, SQL-запросов, внешних ключей и многих других привычных нам вещей, присущих объектно-ривляционным базам данных. NoSQL базы, в частности MongoDB, это частный гость именно высоконагруженных приложений или приложений, где хранимые данные не имеют 100% четкой структуры. К чему я остановился на MongoDB? Причина проста. Если в вакансии на Python-разработчика указывают революционную базу данных, то это в 90% случаев Postgres, реже MySQL. Если в вакансиях указана NoSQL база данных, то в 99% случаев это MongoDB. Популярная, простая, мощная, NoSQL база. А что еще нужно? Разве что сама тока не стирает. MongoDB предлагает документо-ориентированную модель данных. Благодаря чему работает быстро, обладает лучшей масштабирностью, ее легче использовать. Флешные плюсы. То есть, что значит документо-ориентированную? Все данные в ней представлены некоторыми JSON-style документами. Что-то типа такого. Для того, чтобы жонглировать такими документами в тоне, мы будем использовать с нами всем знакомый дикт, то есть словарь. Если в традиционном мире SQL есть таблицы, то в MongoDB базах данных существуют коллекции. В этих коллекциях и хранятся упомянутые выше документы. Что ж, первое, что нам необходимо сделать, это скачать MongoDB с официального сайта, ссылочку на официальный сайт и инструкцию по установке и запуску, как обычно, оставлю в описании. Затем, для того, чтобы мы могли работать с Mongo через Python, по традиции надо установить соответствующую библиотеку AK-драйвер. Нужна нам Pmongo. Все, как обычно, делается через P. Команды PIP-Install Pmongo. Что ж, теперь мы готовы приступать к кодингу. Ну что ж, первым делом импортируем нашу библиотеку команды Import Pmongo. Далее, нам необходимо установить соединение с нашим MongoDB. Запускается она по стандарту на порт 27017. Что мы делаем? Из нашего модуля Pmongo мы импортируем MongoClient и передаем туда наш хост и порт. В данном случае можно в одной строчке записать localhost и стандартный порт. Возможно, подать два параметра отдельных через запятую. Соответственно, вот такое вот мы соединение создаем и засовываем это все в переменную DBClient. Теперь нам нужно подключиться к нашей базе данных, которая называется PLaunchDB. Если такой базы в Mongo нету, то она будет создана. Как подключаемся? Обращаемся к нашему клиенту соединения, которое мы создали в предыдущей строчке. И в квадратных скобках указываем название нашей базы. К слову, это так называемый dictionary-стиль. Где мы работаем с нашей MongoDB нашими объектами, соединениями, базами в стиле словарей питоновских. И нашу базу, получаем доступ к ней. Подключаемся. И возвращает она нам эту базу в объект CurrentDB, который я назвал. Есть еще так называемый атрибут style, где мы можем просто через точечку обращаться к названиям баз, коллекции и так далее. Ну, в данном случае, что, подключились мы к нашей базе, которая называется PLaunchDB. Если ее нет, она у нас создается. Наша база теперь хранится в переменной CurrentDB. Подключаемся к коллекции из нашей базы данных. То есть коллекция это местный аналог, скажем так, таблицы, да, если бы это была SQL-ная история. Опять подключаемся к таблице, которую у нас, подключаемся к коллекции, да, получаем нашу коллекцию. Которая называется YouTubers, если этой коллекции в базе нет, то она будет создана. То есть коллекция это группа документов, да, группа записей, которые хранятся в MongoDB. Как я уже искал, это эквивалент таблицы в революционных базах. Получили нашу коллекцию, которую называется YouTuber, либо создали. И, значит, отправляем ее в переменную Collection. Опять-таки, используем здесь Dictionary Style. Коллекции в базе данных в MongoDB, они created lazy, то есть фактически создаются при ставке в них первого документа, что также является оптимизацией и ускоряет работу с ней. Данные в MongoDB, как я уже сказал, представлены в Dictionary Style в документах. И мы можем вот такой вот словарик создать, нашу переменную P-Launch, в которой будет храниться следующие ключи значения. Title, да, мы будем создавать, у нас есть коллекция YouTubers, то есть она будет хранить каналы ютуберов. Каждый документ, да, будет представлен каким-то одним ютубером. В данном случае мы создаем, скажем так, первый документ, да, это канал P-Launch. Значит, есть ключ title с соответствующим названием P-Launch, ключ URL с ссылкой на канал, ключ подписчики, да, 2100 в данном случае, и ключ просмотров total, то есть 90 тысяч. Нам необходимо в нашу коллекцию теперь засунуть созданный, так сказать, документ. Как это делается? Мы обращаемся к переменной нашей коллекции и вызываем метод insertOne и передаем туда наш P-Launch. Это добавит в коллекцию одну запись. При добавлении метод insertOne возвращает еще и ID, то есть ID вставленного объекта. Для начала я весь код прокомментиру, а потом мы посмотрим, как он работает. ID вставленного объекта, ну вот мы его посмотрим с вами чуточку позже. Согласитесь, вставлять по одной записи бывает не всегда удобно, поэтому предусмотрено вставлять целые списки. В данном случае мы создаем список, который называется IT-YouTubers, и добавляем туда несколько, скажем так, записей, несколько наших документов. Канал IT-Борода, канал Диджитализируй и Синьор Софтвер Блогер. Теперь для вставки сразу нескольких записей мы обращаемся к переменной с нашей коллекцией и вызываем метод insertMany, в который в качестве аргумента мы передаем наш список IT-YouTubers. Он добавит сразу несколько документов в нашу коллекцию и опять-таки вернет список с ID-шками, присвоенными им. Какой смысл в базе данных, если у нее нет запросов? И поэтому, естественно, в MongoDB запросы есть. Но давайте посмотрим простенький запрос, который выведет у нас, то есть найдет первый объект, у которого количество подписчиков равно subs. Ну, в данном случае subs 2100. То есть, как здесь работают все запросы? Как правило, это либо find или его производный, то есть метод, который в фигурных скобках передается некоторого вида запрос. Как он выглядит? Как правило, это либо какое-то поле, да, как в данном случае, да, ключ у нас subscribers. Вот он, например, subscribers, и через двоеточие, да, как вторым значением в паре передается какое-то, какое-то именно значение. В данном случае мы ищем записи, у которых количество подписчиков равно subs, то есть 2010. Получается, первое у нас в нашем, как бы, мини-словарике это поле, по какому мы ищем, и через двоеточие, то есть значение, которое ему должно соответствовать. Ну, вот, собственно, мы получим первую запись, у которой столько-то вот подписчиков 2010, это наш канал. Также есть у нашей коллекции метод, который позволяет посчитать количество таких документов, опять-таки с запросом, да, опять количество документов, у которых в коллекции 2100 подписчиков. Такие вот одиночные, простенькие совсем запросики. Можно вывести, посмотреть на экран все документы коллекции. Для этого мы обращаемся к нашей коллекции, вызываем метод find и не передаем в качестве аргумента вообще ничего. И тогда у нас выведутся все документы, и мы в цикле по ним просто пройдемся и выведем их все на экран. С простыми запросами, я думаю, все понятно. Есть еще и такие более сложные запросы, ссылочку на операторы, на все я оставлю, сейчас будет понятно. Мы вот можем посмотреть количество документов, у которых больше 10 тысяч подписчиков. Опять-таки обращаемся к нашей коллекции, вызываем метод count documents, и в параметрах запроса опять у нас словарь. Первым параметром у нас идет что? Как я уже говорил, это либо какой-то ключ, да, какое-то поле свойства, либо оператор впоследствии. В данном случае у нас идет поле, поле subscribers, да, то есть количество подписчиков. И ему будет соответствовать значение. Когда мы в тот раз подставляли конкретное значение, то есть мы указывали конкретное число, то есть сабскрайбером будет соответствовать конкретное число 2100. В данном случае у нас получается как бы не просто какое-то значение. В данном случае у нас внутри этого, скажем так, запроса еще один мини-подзапрос. То есть в наше поле subscribers должно соответствовать какое-то число, и на это число еще накладывается, скажем так, внутренний мини-запрос, где указывается теперь у нас оператор. Тот самый оператор, где мы можем посмотреть, вот, например, мы можем глянуть здесь все операторы, какие у нас есть, например, в данной ситуации мы хотим, чтобы количество подписчиков было больше 10 тысяч, значит, первым элементом нашего словаря должен быть какой-то оператор. В данном случае оператор больше. Вот он мы видим. Match value, вот great event specific value, то есть значение, которое больше, чем какое-то специфичное значение. Документация к Monge, и мы можем посмотреть синтаксис. То есть здесь указывается в фигурных скобках поле, по которому идет отбор. В данном случае у нас это поле subscribers. Потом указывается двоеточие, открываются еще одни фигурные скобки, указывается оператор больше, двоеточие, больше какого-то значения. Ну и вот он, например, какой-то чистейший пример из документации. Ну, в данном случае мы работаем не напрямую через Monge, а через driver P Monge, и поэтому мы здесь вот эти все штучки, как видите, great, например, да, мы не просто их указываем так, а мы их указываем в кавычках, в одинарных или в двойных. Ну и вот еще раз сверяемся. Поле, двоеточие, еще одни фигурные скобки, оператор больше, двоеточие, какое-то значение. В данном случае у нас поле подписчики, кроме фигурной скобки, оператор больше и какое-то значение, больше 10 тысяч. То есть в данном случае мы этим запросом, вот этим вот, получим все документы, у которых свойства ключ subscribers больше 10 тысяч. Можем аналогичным образом и посмотреть, в которых меньше 10 тысяч, для этого мы указываем уже оператор LT, то есть меньше. А оператор LT, если мы возьмем, найдем, вот он у нас в документации, ссылочку на эту документацию, естественно, оставлю в описании. Вот он точно так же работает, есть еще даже какой-то вот примерчик. То есть чуть-чуть запросы подусложнились. Можем пойти даже несколько дальше. Давайте выведем на экран всех ютуберов, у которых больше 10 тысяч подписчиков, отсортированных по полю титул. Это так называемые агрегаторы-пайплайны, где мы будем использовать сортировку, группировку, упорядочивание, лимиты и так далее. То есть здесь тоже есть еще и пайплайны. Вот, то есть опять обращаемся к нашей коллекции, вызываем метод find и передаем следующий вот такой запрос, где опять у нас поле subscribers, больше 10 тысяч. Мы получаем всех, да, все документы, у которых подписчиков больше 10 тысяч, при этом вызываем еще вот функцию sort и передаем поле, по какой будем их сортировать. Если в обратном порядке, то еще нужно указать минус 1. Опять-таки обращаемся к нашей документации, видим вот эту штуку sort, причем она уже у нас находится, заметьте, в разделе Aggregation Pipelines. Ну и давайте посмотрим. На самом деле этих пайплайнов много, вот мы можем посмотреть все, как с этим работать. То есть sort, указывать поля, 1 это по возрастанию, минус 1 это по убыванию и так далее. То есть и у нас еще в принципе есть как с этим работать, но в Pimongo стало чуточку поинтереснее. То есть можем вот так вот отсортировать и вывести всех ютуберов по полю титула сортированными, да. Далее, всех ютуберов, у которых больше 10 тысяч подписчиков и просмотров больше миллиона. Для этого нам понадобится уже реально сложный запрос и нам снова придется обратиться к операторам. То есть у нас два условия. Подписчиков больше 10 тысяч и второе условие просмотров больше миллиона. Для этого нам понадобится оператор N. Вот он у нас в документации, объединяет запросы логическим и возвращает все документы, которые соответствуют обоим условиям. Ну можем вот еще тыкнуть на него и посмотреть. То есть как это здесь должно выглядеть? В фигурных скобках сначала указывается наш оператор, end. Потом ставится двоеточие, открываются квадратные скобки, да, то есть это список. И объединяется несколько запросов через запятую. Несколько простых запросов через запятую. Ну вот здесь есть хорошенький пример, end. Первый, значит, оператор end. Потом список запросов и в нем два запроса. Вот первый запрос и вот второй запрос. Первый запрос получает все документы, значит, у которых по полю price, да, и у которых price не равно no equal 1.99. И второй запрос, где цена существует, где вообще какая-то цена есть, где есть вообще поле цена. То есть мы вот этим самым получим из базы данных все документы, у которых цена не равна 1.99 долларов и вообще эта цена существует. Так же мы сделаем по аналогии и у нас. Значит, опять обращаемся к коллекции. Метод find. Указываем наш оператор end. Квадратные скобки, то есть вот он у нас списочек, да, запросов. И опять-таки у нас два запроса, потому что два условия. Ютуберы больше 10 тысяч подписчиков и просмотры больше миллиона. Первый под запрос, значит, вот он, subscribers поле, да, и указываем наш знакомый нам уже оператор great'а и число больше 10 тысяч. Ставим запятую и второй у нас такой мини под запрос. Поле views должно быть больше 10 миллионов. То есть, естественно, не только end есть, есть и not, nor, or, то есть, да, огромное количество операторов. Мы на каждом останавливаться не будем, например, or это или, да, если хотя бы одно выполнялось условие, мы могли бы, например, здесь переставить, вывести всех, например, ютуберов, у которых или 10 тысяч подписчиков, или миллион просмотров, мы могли бы вот тут тогда просто поменять на or. Но в данном случае нам это не надо. И что дальше? Мы в этот раз выведем всех, причем не просто полностью записи, а выведем конкретно только название канала. Дальше едем. Можно еще использовать и регулярные выражения. Мы найдем все каналы, которые соответствуют следующему регулярному выражению. Это регулярное выражение, где название канала начинается с пай, а дальше может идти все что угодно. В данном случае у нас такой канал всего один, но пример ради мы рассмотрим. Как обычно это делать? Снова обращаемся к коллекции, метод find и указываем наш запрос. Запрос у нас будет отбирать по полю title и указываем, что регекс, то есть мы будем использовать регулярные выражения, передаем регулярные выражения. И используем опять наш еще один агрегейшн пайплайн, это лимит. Вот мы обратимся к нашему регуляйшн пайплайн, посмотрим лимит. Найдем его. Найдем его. Вот он у нас лимит. Смотрим, что у нас делает лимит. Лимитирует количество документов, которые будут выведены, скажем так, то есть как указывается лимит и какое-то число документов. В данном случае мы выведем не все записи, а только две. У нас там она вообще всего одна, но это просто как пример. Также можно еще группировать записи, упорядовать, скипать, то есть мы могли бы написать здесь скип, скип, например, один, а у нас всего одна такая запись. И у нас бы вообще тогда ничего бы не выбило скип, он пропускает, например. И теперь мы выведем опять не полностью записи, а название канала и, например, количество его подписчиков. В дикт, скажем так, в стиле словаря. Ну что ж, едем дальше. Давайте теперь запрос мы засунем в отдельную переменную для удобства, чтобы сейчас мы как бы все запросы хардкорили прям в аргумент. Ну теперь давайте создадим отдельную переменную, которая называется query и засунем в нее запросик. Соответственно, по полю будем отбирать views и следующий у нас оператор in. Следующий у нас оператор in. Давайте найдем его. Это будет несколько сложнее, наверное, если мы... Хотя мы можем уже вот так сделать. Вот он у нас оператор in. Matches Anyous Values Specific Array. То есть возвращает, скажем так, все записи, выбирает все документы, где значение поля находится в каком-то массиве. То есть у нас поле, да. Потом поле, по какому мы ищем. Потом открываются еще одни фигурные скобки. Ставится оператор in. И передается какой-то список, да, массив возможных значений. Ну и давайте сделаем вот такой финт. Мы выберем все документы, у которых просмотров, просмотры находятся в диапазоне от нуля просмотров до 100 тысяч. То есть in от нуля до 100 тысяч. То есть, например, 0, 10 просмотров, 99, 593. То есть все значения. Ну и опять обращаемся к коллекции, find и отправляем уже переменную с нашим запросом. И выведем титул этих каналов, количество подписчиков, количество просмотров. Ну, собственно, есть и стандартные CRUD методы. То есть с добавлением мы посмотрели. Теперь нам бы посмотреть обновление и удаление. Что касается обновления. Все тоже довольно просто. Обращаемся к нашей коллекции. Есть метод update1. И теперь два параметра принимает, какие записи обновлять. То есть первый, скажем так, запрос это по какому полю мы будем. То есть первый параметр указывает нам, какое поле мы хотим. Какие записи, скажем так. Какой критерий отбора документов. То есть вот у нас все документы есть. Какие мы хотим изменять? Мы хотим изменять только те документы, у которых в названии есть P-Launch. То есть мы хотим изменить записи о канале P-Launch. Дальше указывается второй параметр идет. Это у нас еще один запрос. Где используется оператор set. И в операторе set еще одни фигурные скобки. Где указывается поле, какое мы хотим поменять. И что мы туда хотим записать. В данном случае мы берем все документы, которые называются, у которых титул P-Launch. И устанавливаем поле subscribers значение миллион двадцать четыре. Ну и давайте просто мы потом посмотрим, получилось у нас или нет. Выведем на экран одну запись эту. Кроме метода update1 есть еще куча методов. И find1, и find1 and replace, find1 and modify, find1 and delete. В общем функций довольно много, чтобы удобно можно было с ними работать. Все они есть в документации с примерами. С ними всегда можно разобраться. Я покажу самые такие основные базополагающие. Ну вот например мы можем обратиться к нашей коллекции и вызвать следующий метод find1 and update. То есть мы сделаем то же самое у всех документов, у которых титул P-Launch. Установим значение subscribers в миллион двадцать четыре. И сразу вернем эту запись, посмотрим ее на экране. Вот тем, например, и отличается find1 and update от просто one update. То есть такое вот удобство. Удобство ради. По одному тоже может быть обновлять неудобно. Поэтому у нашей коллекции есть еще метод update money. Где мы можем в первом параметре отобрать все записи, какие мы хотим обновить. Ну и что мы конкретно хотим у них поменять. Давайте, например, у всех записей, у которых количество подписчиков больше ста тысяч. Установим им количество просмотров. Три миллиона. Три миллиона. Ну и выведем, например, всех ютуберов, в которых количество подписчиков больше ста тысяч. Посмотрим, обновились ли наши миллионы. Теперь переходим к удалению. Как из find1, update1, есть метод delete1. Мы указываем поле и как мы их будем находить. В данном случае я хочу удалить одного пользователя, у которого титул, используя регулярное выражение, в названии есть сеньор. То есть мы удалим документ, у которого название в названии начинается с сеньора. Кроме метода delete1, есть еще delete money, find1 and delete и так далее. То есть методов тоже полно. После удаления можем вывести, посмотреть. То есть вот самые такие базовые операции, они довольно удобные, довольно простые, с ними классно работаются. Ну, кроме этого, рассмотрим еще пару вещей, которые могут пригодиться реже, но тем не менее могут. Это создание индексов. Обращаемся к нашей коллекции, вызываем метод createIndex и передаем название поля, для которого будет создаваться индекс. Индексы вообще нужны для ускорения работы базы. В частности, для ускорения поиска. Тут еще есть дополнительные панраметы. Мы, например, можем сделать уникальный этот индекс. Но в данном случае просто поставим индекс на титул, потому что мы довольно часто отбираем записи по названию. Ну, собственно, можно коллекцию удалить, обратившись к нашей коллекции, вызвав метод drop. И можно удалить полностью базу данных, обратившись к нашему клиенту. Клиент это, вспомним, db-клиент. Это то, где мы устанавливаем соединение с монгой нашей. Это наш db-клиент и вызываем его метод dropDatabase, где нужно указать название базы данных, с которой мы работали. В данном случае это pilaunch.db. Вот, собственно, она, с ней мы и работали. Вот такой вот довольно не сильно большой скриптик на 96 строк с комментариями и с пробелами. Охватывает, ну, практически, наверное, 90% того, что вам может пригодиться. Есть тут, конечно, гораздо более серьезные штуки с пайплайнами, с переработками, с преобразованиями. Здесь даже можно применять к некоторым конструкциям JavaScript код. Ну, в общем-то, mongo db это такая штука, соответствующая в английской известной пословице easy to begin hard to master. То есть довольно просто начать ей пользоваться и довольно, ну, как бы сказать, много можно расти, да, прежде чем стать экспертом. Но, в принципе, вот, все, что вам может понадобиться для работы, мы здесь охватили. Единственное, что здесь только может обрастать все это жиром. Один запрос, на этот запрос накладываться еще запрос, то, что получилось еще как-то фильтроваться и так далее. А вот все основные базовые особенности мы уже охватили. Вот так довольно несложно, удобно можно работать с мангой на языке Python. Теперь вы можете, собственно, применять ее в своих проектах. Ссылки на этот исходный код, официальную документацию и пару годных туториалов ищи в описании этого видео. А еще напиши комментарий, о какой технологии или инструменте разработки питоновского мира, не питоновского, вам бы хотелось узнать поподробнее. А если это видео было полезным, то обязательно оставляй лайк, подписывайся на канал. Делись этим и с другими видео с друзьями, обязательно заглядывая в группу ВКонтакте. Там много всего полезного и интересного, связанного с питоном, с программированием, с дата-сайенс, с базами данных. И вообще совсем-совсем, что так или иначе покрывает сферу IT. Поэтому вступай, я супер рекомендую. А мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok